Первый областной канал и компания Мегафон представляют Здравствуйте! Продолжаем листать дневники Амурской осени вместе. Фестиваль кинотеатра набирает обороты. Прямо сейчас смотрите очередной ежедневный отчет. Артисты Амурской осени почтили память Алексея Локтева. Заслуженный артист РСФСР погиб ровно 6 лет назад, в 2006-м. Тогда актеры Амурской осени отправились с выездным спектаклем в село Раздольное и уже возвращались обратно, как на одном из перекрестков. Водитель, с которым и ехал Алексей Локтев, не уступил дорогу микроавтобусу. После столкновения актер получил открытую черепно-мозговую травму и скончался по дороге в больницу. Уголовное дело прекращено за примирением сторон. В этом году артисты Амурской осени обратились в Благовещенский кафедральный собор с предложением провести панихиду. И пресвятыми благими животворящим твоим духом, ныне и прислой, во веки веков, аминь. Конкурсную кинокартину Авдотьи Смирнова и Ко-Ко-Ко в Благовещенске ждали долго. Свободных мест в зале не было, все билеты раскупили заранее. Сама Дуня Смирнова на показ своего фильма приехать не смогла. Зрителям объяснили, что у нее слишком плотный график. Картину представлял актер Евгений Муравич. Кстати, он немного обиделся на ведущего церемонии открытия фестиваля Дмитрия Нагиева за то, что тот представил фильм как Ко-Ко, потеряв последний слог. На самом деле актер отметил этот фильм о том, как люди говорят на одном языке и в то же время не понимают друг друга. Фильм о культурологическом, не об эстетическом конфликте. Тебе нравится, мне не нравится. Идиотский бассейн с мужикой. О культурологическом конфликте. У нас гигантская страна, в которой все время борются. Это не провинция и город. Это не... Даже не классы. Это не социальные классы. Потому что эта барышня из Екатеринбурга зарабатывает и живет лучше. И жизнь понимает лучше, чем пыльная, замшелая потомка, совершенно потомица, как называется, потомок музейных работников. Это ни в коем случае не социальный конфликт. Это конфликт культур. Потому что не зря Дуня говорит, что это конфликт языков. Россия говорит, но я бы шире даже на эту тему назвал. Россия говорит на разных языках. Они не понимают друг друга. Это конфликт культур. Премьера фильма «Ко-Ко-Ко» прошла только в июле этого года на фестивале «Кинотавр». Кстати, там картину сразу оценили призами за лучшую женскую роль. Кроме того, фильм взял главный приз на Всероссийском кинофестивале «Золотой феникс». Оценят ли картину на Амурской осени, узнаем чуть позже. На этом все. Не забывайте фотографироваться со звездами Амурской осени и выкладывать фотографии на форуме сайта portamur.ru в разделе «Звездный блеск Амурской осени». Приз от ювелирной компании «Алмаз» ждет своего обладателя. Также мы продолжаем викторину от компании «Мегафон». И так очередной вопрос. Какая известная итальянская актриса была гостем фестиваля в 2007 году? Ответы пишите на форуме «Порт Амура» в разделе «Амурская осень с мегафоном». На этом все. Смотрите на завтра. И напоследок анонс мероприятий на среду, 19 сентября. В этот день в Благовещенске пройдет сразу два конкурсных спектакля «Спасенная любовь» и «Опасные мальчики». Также зрителям покажут два конкурсных кинофильма «Со мной вот что происходит» и «Искупление». Кроме того, планируются выезды в село Константиновка, Екатеринославка, Овсянка, Вожаевка и поселок Тыгда. Мегафон. Будущее зависит от тебя. Мы создаем будущее своим руками. Мегафон. Будущее зависит от тебя. Московский ювелирный завод. Мы заставляем биться сердца. Фирменный магазин в торговом центре «Небесный Хуафу». Улица 50-летие октября, дом 29. Магазин качественного текстиля «Соната Текс» предлагает по оптовым ценам домашний текстиль, постельное белье, полотенце, подушки и одеяло. «Соната Текс». Качественный текстиль в вашем доме. Ждем вас на Кольцевой 61. Гостиница «Амурассо» предлагает свои услуги для гостей города Благовещенска. Уютные номера, кафе-бар. Для жильцов гостиницы бесплатная охраняемая автостоянка. Гостиница «Амурассо». Благовещенск, улица Чайковского, 1. Телефон 59-57-86. Обои, которые могут подчеркнуть именно ваш стиль, отразить именно вашу индивидуальность и создать уникальный интерьер. Уютный дом. Улица Текстильная, 118. Субтитры создавал DimaTorzok